Всем привет! С вами я, это Uber18. Мы с вами посмотрим этот легкий самолет ПТНС-2. Производится в России в городе Кумиртау. Первый полет был в 1995 году. ПТНС-2 предназначен для очередной дорожных полетов. Скорость 160 км в час. ПТНС-2 разбирается на 4 части. ПТНС-2 может компетентироваться лыжными плавками. Двигатель РОД 4912. Время полета 5 часов. Колесо оборонежными тормозами. Топливо бензин АИ-905. В этом смене с маслом парпорта не пиздить. Масса амолета 270 кг. Начну я с самого скучного. Это с мини фигурки. Мини фигурка обычная. Взял из набора лего. Ну что могу сказать. Классика. Теперь просто гаечный ключ. Убираем все ненужные нам части. Разбираем наш самолет. Потому что мы начнем с аэромодуля. Ну конечно же так и разбираются самолеты. Отлично. Теперь у нас есть аэромодуль и мы можем начать его обзор. Начнем мы с езды. Что могу вам сказать. Из-за подвески. Которая тут есть. Самолет не очень приятно ездит. Но вы видите прекрасно. То что он плохо себя чувствует. Так что давайте мы начнем с того. То что посмотрим на переднюю часть. Передняя часть довольно прикольно получилось. Потому что я попробовал сделать переход из двух пинов на четыре. По моему конечно же слишком резко получилось. Но по моему хорошо. Есть передняя фара. Но проблема в том что передняя часть отваливается. Как вы понимаете эту проблему можно решить. Довольно спокойно. Просто использовать вот такую деталь в конструкции. Вот сюда. И исправить дверь. Но увы и ах. Такой белой детали у меня нет. И проблема еще в том заключается в том что тут у нас кабина. И если очень 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 вам не повезет. У вас может произойти примерно следующее. Что могу сказать. Довольно неприятная ситуация. Но может произойти и с каждым. Так что. Передняя стойка. Могу сказать что-то насчет передней стойки. И честно очень много картинок в интернете с передней стойкой. Я пытался найти все-все-все. Но увы. Я так не нашел. Все-таки поворачивается ли передняя стойка у птенца 2. Это пока что самый интересный вопрос насчет птенца 2. Потому что поворачивается ли у него передняя стойка или нет. Потому что например. Я буду в общем вам покажу буксировщик. А как бы там надо поворачивать передней шасси. Ну ладно. Как вы понимаете. Все-таки будем считать то что там нет поворотного механизма. Но если он там есть. То можно будет поставить сюда деталь с поворотным механизмом. Так что может сказать что у нас все хорошо. Задняя стойка. В задней стойке у нас есть подвеска. Похоже на Grave Digger. Если ничего не буду. Что могу сказать. Подвеска. Работает. Ездит. Переходим в салон. В салоне у нас ничего нет. Кроме руля. И сидения. У меня не очень получился салон. Так что давайте мы просто сюда посадим еще игруку нашу. Поднимаем эти руки. Ноги. Ставим ее вот сюда. Ну кстати единственный плюс отваливающийся кабин. То что можно рассмотреть ничего рука да она сидит. Минус приятный. Так закрываем кабину. Управляем стойки. И ставим вот сюда. Теперь мы посмотрим на двигатель. Но перед этим посмотрим на бензобак. Бензобак. Открываем. И да подписчики. Вам ничего не видно. Так что давайте мы посмотрим все сверху. На самом деле это конечно хорошо. Потому что у нас тут передняя часть вот эти могут сниматься. И мы можем залезть в двигатель. Но давайте мы посмотрим просто сверху на двигатель. Что мы тут видим. Мы тут видим просто обычный винт лего. Он немножечко прокручивает балку. Ну и как вы можете заметить тут стоит решетка. Двигатель. Обычно можно сказать двигатель Росфор 912. Я не нашел картинку с птенцом 2. Так что мне пришлось взять другого самолета. И вот так вот как-то его присоединить к птенцу 2. Закрываем нашу крышку. И смотрим на то, что нам осталось его только собрать. Так что мы берем крылья. И добавляем их. Поправляем антенну. Смотрим на крепление. Я же правильно все дело нет. Вот сюда надо поставить. Отлично. Мы получили крылья. Они смотрятся странно. Потому что у нас нет хвостовой балки. И они смотрятся так себе. Берем хвостовую балку. Хвостовая балка у нас просто 3 палки. Вот такая вот конструкция. Я очень странное решение решил использовать. Ну не стандартное для меня. Я взял вот такую вот тейл. И вставил вот сюда. Потому что как вы понимаете. Обычно такая деталь задняя не получается поставить. Так что я думаю что это в принципе неплохое решение. Вставляем значит вот сюда заднюю часть. Теперь надо выровнять аккуратнейшим образом. Чтобы у нас ничего не посломалось. Вставляем в пазы наши палки. А теперь нам надо остаться только выровнять. Все это дело. Я пожалуй это сделаю за кадром. И последнее что нам надо остановить на наш гнезд 2. Это стойки. Они нужны чтобы у нас крылья просто не развалились. Так что расстойка. И вот так вот берем. Вставляем. И на третью позицию ставим. Они могут иногда вылетать. Это не проблема. Ставим назад. И смотрим. Что могу сказать. Если смотреть сборы то выглядит круто. Все выглядит довольно приятно. Органично. Единственное что может быть немножечко задняя часть перевешивает. Но с другой стороны посмотрите. Тут у нас и двигатель. И хвостовая балка. А спереди у нас что? У нас передняя стойка. Которая смотрит не в ту сторону. Чтобы как бы нам нашу модель делать так. Чтобы она была устойчивой. И передняя стойка которая разваливается. Так что ну все может сказать понятно. Дело раскрыто. Можно теперь пойти пить чай. Мне это напрягает уже. Ну и теперь остался самый последний тест. Тест езды. Что могу сказать. Ездить довольно приятно. Спокойно выдерживает все нагрузки. А теперь вам предлагаю попробовать его подтюнинговать. Можно так сказать. Так что давайте мы начнем с самого интересного. Это лыж. Так нам надо вот так вот выровнять стали. И поставить их вот сюда. Теперь мы берем переднюю стойку. Ставим ее вот сюда. И вот сюда. Вот у нас так вот получается. Конструкция немножко наклонена. Так что смотрится довольно приятно. Ну может быть надо было стойку еще немножечко увеличить. Но я думаю то что это дает стремительность набору. Ну и все что как вы понимаете это пластик. У нас как бы не зима. А зима. Ладно. У нас проблема то что вы видите то что не ездит. Но с другой стороны если вы будете играть лего на улице. То что вам не рекомендую делать. То можно будет даже в принципе поездить. Но так ничего не работает. Так что мы теперь ставим переднюю стойку. Убираем вот такую вот версию. Ставим самую обычную. И начинаем наш тюнинг. Мы убираем задние колеса. Они нам больше не нужны. И мы ставим вот сюда. Вот эту вот деталь. И что я теперь могу вам сказать. Теперь мы можем садиться на воду. Не знаю что нам надо поправлять эти балки. Потому что. Ну если вы просто их будете шевелить. Как бы проблем нет. Но если вы будете переворачивать каждые 5 секунд модель. Как я. Все у вас будет конечно же падать и ломаться. Отсоединяться и все. Теперь осталось только проверить. Как мы будем. Неплохо. Неплохо. Не слушайте. Я сделал дрифт самолет. Какие неприятные звуки пластика. Ну ладно. Можно сказать терпимо. Так что. Ну что могу сказать. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.